Набор плиток будет устроен так, что в любом замощении каждая горизонталь будут не цвета, а цифры. На плитках по горизонтали будет писать цифры от 1 до 9. Но поскольку плитки должны друг к другому согласовываться, то реально на горизонтали написана какая-то последовательность цифр. Вот здесь, ну и здесь какая-то другая. И вот эти последовательности цифр на горизонтали будут кодировать вот эти самые x в некотором смысле. Я пока не объясняю в том смысле. То есть каждый горизонталь будет кодировать x1, x0, x1, 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 x1. И правила наши такие будут, которые будут гарантированы, что x1 плюс 1 всегда равно либо 3x, либо x1 попало. Что на каждом при переходе от одного ряда к другому всегда происходит либо умножение на 3, либо деление на 2. Здесь уже числа стали целыми. Да. Здесь, значит, сами x у нас нет цифр. То есть кодировать мы будем любые числа. Это произвольные числа. А эти, это будут прямо цифры. Конкретные цифры от одного до девяти. Поэтому я так и взял девять, потому что их легко запомнить, что у нас есть девять цифр. Ноль мы не разрешаем. Потому что иначе они будут все равнялись с нулю. И умножать можно, но и делить, и будет очень просто. А так у нас, значит, все от одного. И мы как-то обеспечим, что вот эти коды, они получаются вот либо так, либо так. И из этого будет следовать, что у нас не может быть вертикального периода. Потому что если был бы вертикальный период, то тогда бы эти две линии содержали бы одинаковые цифры и кодировали бы одинаковые числа. Но как бы сохраняется… Возможно, что есть горизонтальный период и положив бы Slim по-другому, мы получим тогда и вертикальный период. Ну, я бы сказал, что ты объясняешь, что оно не сохраняется. Если бы у нас был вообще какой-то перевод, то тогда была бы другая конфигурация, в которой есть и горизонтальный, и вертикальный период. А отсутствие вертикального периода вытекает из этого правила. При любом использовании этих периодов это не будет эффективно. Извините, я правильно понимаю, что ваше вычисление x в каждом столбце будет по модулю 10? Нет, x это вообще не по модулю, это числа, это настоящее число, не обязательно целое, но в интервале от 1 до 9. Нет, если по модулю 10 нет, то никакого модула 10 здесь нет. x это настоящее вещественное число. То есть мы можем использовать 2. В этом месте я думаю, что как бы можно в некотором смысле чувствовать глубокое удовлетворение, что как бы есть некоторая связь, часть доказательства все-таки ясна, что мы вот этим правилам плиток должны быть такие, чтобы вынудить эти числа, при каком-то кодировании, нами пока не определено, чтобы вынудить их, удовлетворяя к этому правилам. Но, конечно, остается загадочным. Какие у нас правила, что мы пишем на этих цветах, на боках и, значит... И сейчас я, значит, заранее извиняюсь, сейчас я буду быстрее рассказывать, потому что, значит, как бы основную идею мы вроде уже поняли, вот такую, что вот здесь есть теория с последовательствами, что у нас можно построить последовательность в интервале, но нельзя построить периодические последовательности. Это как бы вот первопричина того, что происходит. Ну, а дальше, особенно из философских складов, потому что, раз первопричину мы поняли, то технические детали нам не интересны. Но для наиболее дотошных и терпеливых я все-таки постараюсь детали объяснить. МОЛИТ МОЛИТ МОЛИТ